Рудольф Израилевич Так Я воспользуюсь случаем и от своего поколения От лица своего поколения Я задам все-таки интересующий этот вопрос Так как Вот что такое Музыка на костях Всех это интересует Сейчас это какая-то новая популярность Появилась у этого загадочного явления Словосочетания И многие даже не знают об этом Но вы как Я сейчас с удовольствием Я с удовольствием это расскажу Потому что был момент Когда все этим Интересовались очень В частности все большие Наши каналы Сделали об этом передачу И приходили ко мне В гости спрашивали что это такое И не только они приезжали Из Японии приезжали, из Великобритании Приезжали со всего мира А потом как-то интерес к этому Вот сейчас начинается новая волна Уникальное явление И если будет интерес С удовольствием В этом помещении Или в нашем Так сказать Как бы А то есть ты хочешь отдельно Отдельно рассказать Обязательно Потому что это новое Ну надо отдельно приехать Это такое явление Когда Не знаю Потрясло сейчас Наверное Такую вот Соцсети То есть это новость О том что вот Когда-то Сейчас Сейчас появился Начинает появляться Снова интерес к этой теме Одно время как-то Угас интерес А сейчас Благодаря тебе Между прочим Потому что это приезжали Вот из Великобритании Они делали В Новой Голландии Посмотрим В Новой Голландии Пока мы были Там все Ну Коля Васин Не приехал Тогда Но там многие были люди И там Прямо В процессе Когда мы сидели За столиками Записывали прямо И потом Кому-то там Они потом Вручали Эти диски Записанные Драмы записывали Англичане записывали Англичане Это повергло В шок И их тоже Весь мир Это повергло Это только В Советском Союзе Только в Советском Союзе Формально Имелось в виду Вот что Записи Музыкальные На Рентгеновской Пленке Которая Являлась Носителем Носителем И Где были Запечатлены Переломанные Кости На чем-то Надо было записывать То есть это Носители Рентгеновская Пленка На которой Можно было Механическим Путем Вот на этом Станке Который там Видели вы Можно было Записать музыку То есть Записать музыку Такую же Как на пластинках То есть Использовался Феномен Колебания Звуковой дорожки Ведь что такое Запись музыки В то время Это было Колебание Звуковой дорожки Вырезанной Резцом На Рентгеновской Пленке Ну и потом Это потрясающе Если есть вопрос Задавай Еще детально Да Действительно Как Как эта идея Кому это пришло в голову Кому это пришло в голову Как это вообще удалось Дело в том Что это Пришло в голову Томас Альва Эдисон Мы сегодня об этом Это уже Это очень далеко Если идти Это очень далеко Это далеко Но это на самом деле Та же самая идея Это было Гениальное Открытие А на самом деле Вот я хочу Ну Я думаю Что вроде Подтвердит Это на самом деле Конечно Почему там аппарат Немецкий стоит Немцы На этих аппаратах Именно записывали Вот это Руси же сами Сдавайтесь Вам будет предоставлено Все Надо было На каком-то носителе Тогда еще не было Других Как записывать И вот были Они специально аппараты Делали такие Небольшого размера Чтобы они были Чтобы можно было В индивидуальном порядке Записать речь Вернемся к Эдисону К Эдисону вернемся Томас Альва Эдисон Гениальный Американский Изобретатель Изобретатель Самоучка Да Он не учился Он любил начальника Он У него была идея Гениальная идея Это простому смертному Даже не придет Записывать звук Вот у него была идея Ну кому она может Прийти в голову Вот Ты Может в простом Еще пойти в голову Записывать Надо быть гением Чтобы такую идею То есть это было Настолько А вот у меня вопрос Вопрос такой Слушай А примерно Это одновременно С кинематографом появилось Наверное Примерно В одно время С кино С кинематографом Наверное С Рюньерами Примерно в одно время Примерно Объясняю Кино Это был великий немой Я понимаю Я не об этом говорю Примерно Мне кажется Это было в одно время Примерно Даже в кино Не было Идей Записывать Я знаю Я не об этом говорю Я говорю По времени Примерно в одно время Разное совершенно Только то Они никак не пересекались Разное совершенно Время Как разное Любим Я говорю Разное время Объясняю Кино было немым Почти 50 лет Я не про это говорю Когда появилось Снимое кино Примерно в одно время Записью с Эдисоном Это было начало Разное время Еще раз толкую Вот ты уперся Я говорю Это все было Разное время Какие годы Значит Кино Запись Киноплёнки Это в начале века Так я же про эти Эдисон Когда Эдисон Лет через 15 Через 20 Тоже начало века Это было до революции Здрасте Я же об этом тебе говорю Это не было Это не пересекалось Я же не об этом говорю Конечно Не пересекалось оно Я же не возражаю тебе Рудик Я еще Примерно в одно В одно время Это было Примерно в одно время Я специально Про годы говорю Я про годы Через 200 лет В смысле времени Пересеклось уже в 30-х годах Появилось Когда звуковое кино У него была идея Записывать звук Не связанное с кино Это понятно Потому что кино Понятно Пытались записывать звук Другим способом Да Я же не спорю Я же не спорю с вами Я говорю о другом Кино пытались записывать звук Разными способами Да Да Первые записи Были связаны Не с его открытием Да Это на пленке было Я понимаю это все Естественно Что там Это разные способы Я говорю Просто это было в одно время Это произошло В 1926 году Когда Великий Немой заговорил Не связанно с Эдисоном И решили Когда появились первые возможности Оптической записи звука Это было на съемках фильма Делали дорожку Великий Делали дорожку Певец Нет Певец Джазов Певец Джазов Который был наполовину Немой Да Я понимаю А потом В середине фильма Вдруг появляется голос Который говорит Не связанно с темой фильма Да И вот мы начинаем И вот он начал Начал говорить Немой заговорил Значит Эдисон До того До того Изобрел Свой Фонограф До того Но он не использовался Кино Никак Потому что Основная проблема Была Это синхронизация Видеоряда С этим Со звуком Синхронизация В основном Поэтому там Другой способ Просто записи Я еще раз говорю Я просто задал вопрос И все Потому что я не задумывался Но на самом деле Появились Вот этот Тот способ И кино Примерно в одно время Они появились А уже на пленку Правильно Уже Это уже Уже после Конечно Двадцатого Основная идея Эдисона Оставить в памяти Народа Людей Великие голоса В частности Голос Шаляпина Поэтому Когда он сделал Первые Вот эти Фонографы Как мы сегодня С тобой говорили Несколько штук Он послал в Россию Да Подарил Просто подарил Подарил В частности Шаляпин получил Лев Николаевич Толстой Шаляпин Да И Шаляпин Потому что он Уважали А у Николая Второго Всего 15 секунд Голоса У него вообще Голос не сохранился Я могу сказать Он имел фонограф Тоже Но они не умели Записать на него Вот Представляешь Интересно как Император А Лев Николаевич Да он записал У него около Сорока записей Да У Толстого Да Около сорока записей Так это С моей точки Гениальнейшей идеей Конечно Оставить Оставить Были великие певцы О которых Мы никакого понятия В их голосах А сейчас я хочу сказать У тебя не рождалось Когда параллели У Жени уже ближе к этому А ведь она застала Между прочим Время Когда еще был Немой интернет Беззвучный Немой Беззвучный интернет Первый интернет Просто ты еще маленькая Тогда была Ты была маленькая Или подрастала Не было звука никакого Я один из первых Который сделал сайт И сделал полностью на миди Только Там не было речи Никакой Потому что Миди формат Это другой формат Это формат Который записывает Ну Вот современный Синтезатор Это вот Вот это Другой формат Абсолютно Звук Только недавно Относительно недавно Появился звук Интернет был полностью Немой Короче История повторяется Повторяется Да Вот это я и хотел сказать Вот это я и хотел сказать Повторяется И вот Вот эти записи Здесь Эти как называемые Станки Появились здесь После войны До войны Конечно Не было Но Так как Наши люди Побыли В Германии Там эти Запись Станки Эти были Они привезли Несколько Станков Сюда И здесь Стали организовываться Пункты По записи Писем Подпольные Подпольные Даже официальные Даже официальные Делали Вот эта История С Русланом Богословским Значит Этим занимался Здесь Некто Стас Филон Который Приобрел Вот этот Немецкий Аппарат И На Невском Прямо напротив Гостиного Двора То есть Они за деньги Отпишали Большая студия А да Я что-то помню Записывали Записывали Можно было Прийти И Письмо Сделали Да Да Точно Даже на моих Точно Вспоминаю Вспоминаю Но это стоило Уже приличных денег Руслан Приходим К Руслану Который Увлекался Звукозаписью С детства Ну то есть Самодельно Делал Становочки Такие Подружился С этим Стасом Филоном И Начал к нему Приходить Будучи Талантливым Рукастым Человеком Он Помогал Что-то делать Потихонечку Он скопировал Все Размеры Вот этого Немецкого Станка И сделал Дома Точно Такой же Ну вот Такую Мельс Это как бы Его Еще Путь Не связанный С печатанием Пластинок Подпольный Бизнес Ну он Ну как бы Тарговал Продавал Подпольный Бизнес Таких Людей Которые Писали Вот Это Записи Их было В Ленинграде Человек Десять Двадцать На весь город Их звали Писаки И ты В том числе Да? И ты В том числе Ну и Я уже Поздно Я уже Довольно Поздно Но Как я Подключил Расскажу Значит Я Значит Сначала Пытался Идти Путем Магнитофона Была такая Магнитофонная Приставочка MP1 На проигрыватель Можно было Ставить Такие присоски И они крутили Такие маленькие Кассетки Ну качество Там было Так себе Ну я В общем Как-то приобрел Записывал Казахстан У меня накопилось Довольно много Этих Записей Которые Я там Практически Ловил Из Прибалтики Там откуда-нибудь Из Скандинга Динами И конечно Мне хотелось Наиболее удачной Как бы Вот Показывать людям Это какие годы-то Примерно уже были Ну я еще был в школе 60-е Начало 60-х Где-то Будем так говорить 54-й 54-й Это первый Вы должны знать Что бы ты знал Это первый Рокер Питерский Первый Первый Рокер Питерский Ну они Оганизали Первый Рокер Клуб У них был Там Рядом Там подвал Такой Он там Организовал Первый Клуб Короче У меня Как будто Сама Задницу Шила Вставляли То есть Успокоиться Я не мог Вот я записал Какую-то запись Я должен был Показать друзьям Устроить Какую-то Конференцию Вот как они Замечательно Играют Буги-вуги Я стал изучать Всю эту Тему Что такое Буги-вуги Что такое Рок-н-ролл Даже позже появился Вообще Джаз Откуда Это Что У меня Накопились Определенные Знания То есть Если другие люди Ну Слышат Мем уши Пролетит Ну Хороший Ладно Откуда Чего нет Не было У меня она была Понимаешь Ну ты музыку Ну вот там Кто-то Соседнем дворе Сделал Станок Из Конструктора Помнишь Такие были Конструкторы Можно было Собрать Какую-то Конструкцию Продавались Наборы Деталей Такие Палочки С дырочками Ну да Я помню Детские Вот он Даже из детских Вене Я помню Венедикта Во имя была Парень Неплохой Такой Вот он Дома Из этого Конструктора В соседнем Доме Там Наш был Мой дом Был Двадцать пятый На Ропшинской А его дом Был Двадцать третий Девятнадцатый Это у тебя В Ропшинской улице Висит Где-то Видел В той комнате И он Значит Сделал Ну это же Было мало Надо было Рекордер Сделать Который Вот Колебания Конечно Самое главное Это тоже Рекордер Потом На чем-то Крутить Это делать Надо было Сделать Тяжелый Диск Тяжелый Диск Который Вот так Вращался Равномерно Это все Он сделал Молодец Ну и потом Пришел момент Какой-то Компании Мы Мы Что-то Там Запивали Он Открывает Занавеску И показывает Вот этот Станок Я прям Обалдел Первый раз В жизни Увидел Вот его Станок Ну такой Диск Все Ну Ну Значит У него Уже успел Мотор Там Сгореть Там Метнотор Какой-то Навесной Вот тут Типа Как у меня Там Сделано Точно Так же Ну в конце Концов Я с ним Старговался И купил У него Вот эту Самоделку И начал Дом Вот как бы Ропшинская 25 Квартира 14 Тут у меня 14 этаж У меня 14 Цифра Ну короче Дома Начал Экспериментировать Надо было Еще Сообразить Чтобы Вырезать Дорожку Чем-то Для этого Надо было Найти Режцы 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 В то время Можно было Приобрести С каких-то Приборов Сорфировый Там стоял Кусочек Сорфира Понимаешь Заточенный Как приблизительно Токарный резец Тогда ничего Не купить было Продажа Не было Начал я Там Ходить По парохолкам Искать Тут аппарат Есть А делать Ничего не могу То есть Короче говоря Научился Все эти колебания С усилителя Прослушивать На пленке Если приложишь Колеблющиеся Пленки К резцу Или Как это Игле Которая Стояла Вместо Резца То можно Был Этот звук Уже Слышать Ну да Да Вот Это Надо было У меня осталось До сих пор Вот у тебя Граммофон Стоит Где-то А вот Вот Граммофон Вот наверху Посмотри Там Иголка Толстая Там Миллиметр Почти Иголка А у меня Только головка Есть Такого Граммофона Я прослушал Прямо с камер У меня еще есть Головка У меня неправильная Тут головка Надо будет Твою головку Настоящую головку Совместить С этим Тогда будет Нормально Все Там Большая Там Она Толстая Такой Там же Борозда Толстая Не важно Не важно А гитары Собирал Ты сам Потом Или нет Или ты уже От этого Не вырекался Это другая История Другая История Я понимаю Не собирал У нас Все тогда Собирали Гитары Я помню В 65-х годах Я знаю Их делали Из пластмассы Толстой Такой Да Электрический Электрический Гитар Да Значит Это другая Я потом скажу Короче говоря Короче говоря Вот это Вот надо было Все Сообразить Да Найти Я первые Режцы Купил На барахолке Которая Находилась За Балтийским Вокзалом Там Надо было Идти Часа два Так далеко Она была Замана Вот Ходили туда Значит Купил первые Режцы Потом понял Что это Невыгодно Потому что Есть возможность Режцы Вытачивать Из сверла Что мы И делали Сверла Где-то Полтора Миллиметра В диаметре Разрезались На кусочки Из этой Стали Вытачивались Режцы То есть Покупать Слишком Дорого Было И быстро Они выходили Строим Поэтому Режцы Делали И вот Это Все Надо было Освоить Я так И не научился Делать Режцы То есть Я заказывал Режцы Каким-то Слесарям Которые Умели Протачивать Это Все Я пытался Но Это Большое Искусство Было Вытащить Режец Чтобы Он Вырезал Канавку Такую Как Зеркало Как Зеркало Должно Быть Как Зеркало Тогда Не будет Шума Никакого Если Она Имеет Какие Червоточины Все Это На записи Слышно То есть Будешь Слышать Эти Червоточины Вот Таким Способом Я Пришел К этой Записи Вот Так И И потом Начал Как-то Реализовывать Эти Самые Потому Что Какой Смысл Он Сделал Куда Девать Пренку Надо Оплачивать Все Надо Оплачивать У нас Там Был Магазин Мелодия На Большом Я Помню Когда Записал Первые Записи Послушал Так Вроде Звучат Я Прям Побежал В эту Мелодию Ну И Подходит Там Мужик Такой Благообразный Я Значит Говорю Не Хотите Хорошей Записи Ну Давай Короче Он Купил У Меня Проходит Ну Может Быть 50 Лет Удивно Удивно Хожу Ну Понятно Удивно Чего-то Я Там С Какими-то Пластинками Подходит Ко мне Вообще Такой Довольно Пожилой Мужик И Говорит Вас Нежин Дольф Зовет Я Жин Дольф Вы Знаете Я Вас Когда-то Купил Две Пленки У У Вас Еще Нет А Вот Так Ой Чудо Мы с ним Потом Подружились Замечательный Парень Как раз В этом Живет Чудо Ну Короче Не Не В Питере Но Мы С ним Созваниваемся Мы С ним Дружим До Сих Пор Вот Очень Хороший Человек